Всем привет! С наступлением холодов становится актуальной проблемой запотевания визора. И решается эта проблема частично приобретением такой штуки, ну дополнительный аксессуар для визора, как пин-лок. Это необходимо, чтобы на визоре были вот такие крепежи. Как видно, там посадочное место, которое упирается в него. И вот такая силиконовая рамочка, которая по сути должна прилегать очень плотно к самому визору. И делает воздушную прослойку, что позволяет внутренней части этой пленки не получать такого большого перепада температур. И соответственно запотевать по крайней мере осенью визор у вас не будет. Я был очень доволен, когда установил. У меня это родной пин-лок шел в комплекте со шлемом. С наступлением холодов, как только у меня начались запотевания, а это достаточно быстро наступает, наверное градусов от 10-5 точно уже будет прям сильная проблема запотевания, то пин-лок температуру эту до нуля он в общем-то выдерживает. И если ездить со скоростью там выше 60 км в час, то в принципе обдува достаточно будет запотевать максимум в районе носа. С наступлением более крепких морозов можно использовать вспомогательные средства, которые можно нанести на внутреннюю поверхность, чтобы запотевание блокировать еще в большей степени. Именно о таком средстве я прочитал на форуме. Человек носит очки и поделился своим опытом, что ему реально помогает. Приобрел на Алиэкспрессе, там порядка 120 гривен стоит этот состав. И сейчас мы его протестируем. Вот этот тест антифога. Вот я область возле носа, где выдыхаю, обработал составом. Бутылочку покажу. Вот он вроде здесь работает. Намазал очки. И на очках вот с левой стороны. Сказать, что оно левая сторона. Вот мы видим. Причем намазал с двух сторон. На очках почему-то не работает совершенно. Не знаю, как так. Но на визоре эффект есть. Второй образец, тестируемый. Я надел на него, это полулицевик. Подышал. Ну, тут видно, где обработанная часть, где не обработанная. Единственное, что нужно сразу отметить. Ну, это вот такой шлем. Китайцы. Отметить нужно, что когда вы наносите состав, то немножко резкость падает. Но зато не запотевает. Вы все-таки будете видеть гораздо-гораздо лучше, чем просто запотевшее стекло. Штука реально работает. Вот я закрыл специально бутылочку. Ну, только увидите, что она серая. И как она выглядит. Здесь губочка внутри, которая наносит раствор. Приходит она совершенно сухой. Вот такого маленького размера. Чтобы не сочли это за рекламу. Искать по запросу можно антифох. На Алике стоит порядка 100 с копейками гривен с доставкой. Дошла в серьезной коробочке. Единственное, смешно читать комменты, когда люди не читают инструкции. Внутри был просто поролончик, такой пропитанный каким-то наносоставом супер китайским. И написано, нужно добавить 14 миллилитров воды. Это, по сути, полную бутылочку водой, фильтрованную. Просто залил и все, поболтал. Раствор готов. Он немножечко пенится как-то. Так, то есть, какой-то вид мыльного раствора. И это работает. Я вам показал, как. Продолжение следует...